Аркадий Николаевич Литвинов Квантовый скачок Практическое пособие для современных управленцев Моим родителям, заслуженным педагогам, посвящается В свое время меня называли и хорошим продажником, и хорошим управленцем, На что я неизменно отвечал, я не продажник, я хороший коммуникатор, я не управленец, я хороший педагог Родители заложили во мне эту педагогическую основу, способность выстраивать долгосрочные отношения и качественно влиять на людей Я впитывал это в процессе воспитания и развивал в последующем обучении И постепенно приходил к убеждению, что есть некие парадигмы, которые важнее, чем просто продажи или просто управление людьми Что если я хочу, чтобы те, на кого я влияю, были эффективны и достигали поставленных целей, мне нужно применять к ним определенные подходы И эти подходы я называю педагогическими, и они работают во всех сферах В торговых компаниях, на производственных предприятиях, в государственных структурах и в семье Ну а коль свои первые высокоэффективные группы я создавал в коммерческих организациях, то эти педагогические подходы я назвал коммерческими Так появился термин коммерческая педагогика Предисловие О том, кому и зачем стоит прослушать эту аудиокнигу Нет ничего, что может сломать мужика, послав в нокаут Ты не изменишь что-то в мозгах Другое дело, когда жизнь дает пинка Это меняет, поверь, я видел это сотни раз Этот и некоторые последующие эпиграфы к главам взяты из текстов песен моего музыкального альбома «Квантовый скачок» Он был написан много лет назад, но до сих пор эти мысли остаются актуальными Приветствую, дорогой слушатель И благодарю за доверие Уж если вы слушаете эту аудиокнигу, у меня есть шанс быть полезным вам Попробую угадать Возможно, мы знакомы лично А может, это первый взгляд на мои идеи о том, как прожить жизнь, управляя собой и другими Чтобы было чем гордиться и преодолевать любые обстоятельства достойно В 2012 году у меня возникла мысль Какие идеи и подходы в управлении собой и другими Ты передал бы самому себе В 1994 году, будь у тебя такая возможность Жаль, нет машины времени Ведь в 1995 году мы с приятелем, будучи студентами, уже имели бизнес И нарабатывали свой управленческий опыт, набивая шишки Хорошо, что эти шишки благоприятно сказались И количество повторенных ошибок сокращалось Но не сразу И не всегда Вот поэтому я записал это пособие тому парню в начале своей карьеры Самому себе Но и для вас Для вас, если вы допускаете мысль, что можете лучше управлять собой Вы задумываетесь о том, что хватит быть просто исполнителем И пора становиться управленцем Вы уже управляете другими и понимаете, что точно можно лучше Если вы узнаете себя, то эта аудиокнига будет вам полезна Но стоит ли тратить свое время на аудиокнигу Даже на очень полезную аудиокнигу Я расскажу историю Шел 2004 год Я сидел в яме В семье На работе У меня было четкое ощущение, что вокруг одни лишь черные стены И я цепляюсь за них, руками сились выбраться Но все валится мне на голову сверху, как комья земли На работе меня, супервайзера, как-то несвоевременно быстро Принудили стать начальником отдела продаж Я был не готов Представьте Сначала у тебя шесть торговых представителей в подчинении А через полгода уже 12 супервайзеров, у которых еще банда торговых И всеми надо как-то управлять, желательно эффективно Но такого опыта не было Естественно, как управленец я сел в функциональную яму Собственник, чтобы помочь мне восполнить недостающие компетенции Рекомендовал купить книжку «Семь навыков высокоэффективных людей» Думаете, помогло? Правильно Нет Книжку я, правда, купил Первый шаг сделал Но до 26-й страницы дочитал, закрыл и убрал Прошло еще три месяца Моя управленческая яма глубже не становилась Но и выбраться из нее я не мог Тогда я пришел к начальству со словами «Я вам больше вреда наношу» Авторитет свой я здесь расшатал так Что даже те, кого я сам привел в компанию Меня не воспринимают всерьез Так мы, обсудив детали, приняли решение расстаться А я — начать все с чистого листа Сознательно месяц приходил в себя И пересматривал жизненные цели Чтобы потом реализоваться в другой компании с другими людьми Мы часто так делаем, да? Не получилось в одном месте Собираем вещи Идем в другое И вот после запланированного отдыха И ряда встреч с потенциальными работодателями Я уже в самолете Лечу по приглашению международной компании «Джилет» На заключительный этап собеседования Денег, к слову, на билет до Москвы не было Пришлось занимать у друга А в полет взял ту самую книжку, которую не осилил однажды «Семь навыков» Стивена Кови Тогда она еще в первой редакции называлась «Семь привычек» Делать в самолете было нечего Поэтому книжку прочитал быстро Проглатывал главы и тут же применял В Красноярске нас пересадили в огромные Ил-96 И к нам присоединилась труппа московских актеров А среди них Светлана Крючкова, Владимир Конкин Сидят, общаются в нескольких рядах от нас А я в книге читаю Будьте проактивны, проявляйте инициативу И сразу же внедряю По сторонам спрашиваю А вы откуда? А вы куда? И уже со всеми соседями перезнакомился Тут женщина в соседнем кресле произносит «О, это моя любимая актриса» Я ей «Идите, берите автограф» Она «Да вы что? Она меня пошлет, кто я такая» Я ей «Слушайте, ну у вас сейчас нет автографа» «Пошлет тоже не будет, но шанс же появляется» А в голове слова книги «Начинайте с конца» «Уделяйте внимание главным вопросам» «Прикольная такая книжка» Вот я под ее влиянием побуждаю женщину сделать то, что она хочет, но боится Привожу ряд аргументов Она прислушивается Народ весь вокруг вовлечен, наблюдают Всем интересно, чем дело закончится Поклонница Крючковой мне последнюю отговорку выдает Писать не на чем Я ей журнал «Аэрофлот» вкладываю в руки «На» «Она» «Ручки нет» «Люди» «У кого ручка есть?» «Я ж перезнакомился уже со всеми» «Протягиваю ей ручку» «Ну, что теперь вам дать?» «Ну вы вообще» «Все» «Пошла» «Бочком-бочком к Крючковой» «Возвращается раскрасневшаяся с автографом» «Аркадий» «Спасибо» «Я это к чему?» «Может ли книга побуждать?» «Да» «Может» «Она может побуждать» «Пробуждать» «Она может показывать, как брать и что делать» «Она может менять взгляды, идеи, подходы, поступки» «Но это ж сколько факторов должно совпасть, чтобы книжка вштырила» «Первое» «Книга должна быть полезная» «Как минимум из мягкой бумаги» «Шутка» «Второе» «Должна легко читаться» «Третье» «Должно появиться время на ее прочтение» «Четвертое» «И никто отвлекать не должен» «Пятое» «Прочитав должен сразу внедрить» «Шестое» «Да» «Так много должествований» «Конечно, вы думаете, что никому ничего не должны» «И книжка, конечно, тоже ничего вам не должна» «Но давайте воспринимать слово «должен» «По-взрослому» «Как некий элемент необходимости» «Важности» «Это просто слово, которое обозначает условия вашей реальности» «И с этой точки зрения самое главное «должен» «Это мотив» «Ваш внутренний мотив» «Он, черт побери, должен быть» «Потребность что-то добавить в своей жизни» «Готовность самого себя изменить» «Это самое главное» «Тогда и время появится» «И энергия для того, чтобы читать» «И желание осваивать» «Применять тут же» «Как я тогда в самолете» «Это был мой скачок» «На высоте 11 000 метров над землей» «А где будет ваш скачок» «На отдыхе» «В поезде на верхней полке по пути в командировку» «Дома на диване» «Во что же может произойти где угодно» «В зависимости от того, в каком месте» «Вы сейчас слушаете эту аудиокнигу» «А в международную компанию «Джилет» «Куда на собеседование я летел» «Меня, кстати, утвердили» «С этого начал самый новый управленческий путь» «Из управленческой ямы в высокую эффективность» «Из ощущения, что мне валится все на голову» «К четкому плану управления собой и другими» «Из неуверенности к уверенности» «Ко мне пришли достойные деньги» «Статус», «Уверенность», «Стабильность» «Конечно, не сразу» «Были годы труда и обучения» «Наработка опыта» «И новые идеи озарения» «В поиске кратчайших путей» «В 2014 году мною была создана формула «Квантовый скачок» «Для тех, кто хочет создать», «Как сказала одна моя ученица», «Ошеломительную карьеру» «Были сформулированы основы коммерческой педагогики» «Для тех, кто хочет управлять людьми, продажами, ростом своей компании» «Вообще тренеры и эксперты в персональном развитии» «Обычно не гарантируют рост продаж или показателей» «Уж слишком много факторов влияют в реальности» «Но я убежден, и опыт многих компаний доказывает это» «Продажи и рост всех показателей начинаются с вашей личной эффективности» «Динамика в развитии компании прямо пропорциональна личностному и профессиональному росту сотрудников этой компании» «Даже в кризисы и сложных экономических ситуациях» «Я бы даже сказал, особенно в критических ситуациях» «Сейчас, в свете мировых событий февраля-марта 2022 года, только сила духа и высокий профессионализм позволят удержать свои привычные позиции» «Кто удерживать-то будет?» «Спросите вы» «Ну, конечно, в первую очередь собственники» «Управленцы» «Дальше топ-менеджеры, которые заботятся о своей репутации и своей карьере» «А еще наемные сотрудники, которые хотят большего» «Хотят стать управленцами, открыть свое дело или войти в партнерство» «Для всех этих категорий и записано это пособие» «Иными словами, оно для всех тех, кто хочет стать высокоэффективным менеджером, управленцем, высокоорганизованным человеком» «Тем, кто даже в самых жестких условиях добивается максимально возможных результатов» «Тех, кто в условиях выживания не скулит, поджав хвост, чё делать, чё делать, а засучив рукава, берет и делает» «Это важно» «Уметь собраться», потому что иногда реалии таковы, что выжить становится архиважной задачей «И тогда на высокой эффективности, производительности, высокой организации и слаженности работы достигаются вдохновляющие результаты» «Приведу пример такого слаженного труда» «В 2009, непростом году, один бизнесмен приглашает меня в качестве эксперта практика, чтобы я помог увеличить объем продаж мороженого» «Это я так понял задачу» «А по факту она звучала вот как» «У меня на складе стоит 400 холодильников, мой отдел развития в месяц расставляет по торговым точкам, в лучшем случае 20» «Я считал, сколько мы будем расставлять наше оборудование, и меня это не устраивает, можешь помочь» «Могу, говорю» «А сам думаю» «Так, что ж там у них за отдел развития такой, что они за целый месяц только 20 сделок делают» «Беру шефство над этим отделом» «И за каждый установленный холодильник мы договариваемся выплачивать мне по 1 000 рублей» «Фиксированную сумму» «А про себя думаю» «Моя же задача не в том, чтобы самому найти эффективные точки распространения и договориться с ними на размещение оборудования» «Мне же научить их надо, чтобы каждый сотрудник отдела умел договариваться как можно с большим числом эффективных торговых точек и мест расположения» «Чтобы как можно больше оборудования вывозилось со склада» «То есть нестабильно 20, как раньше, а значительно больше» «И чтобы они умели выбирать при этом места размещения, исходя из прогнозов оборачиваемости и прибыли» «Ну что, засучим рукава» «Я назвал этот проект «Ураган» «И в первый месяц мы отделом расставили 180 холодильников» «Как у нас это получилось?» «Не без сопротивления, конечно» «Потому что, когда руководитель приходит к своему подчиненному и спрашивает «Сколько сделок ты сегодня планируешь совершить?» «Сколько продаж будет?» «Что, как правило, отвечают менеджеры?» «Сколько получится?» «Сколько возьмут?» «Не знаю, это невозможно спланировать» «Бывает, что слышите подобные ответы» «Когда я пришел в этот отдел развития, мне каждый сотрудник на вопрос «На какое количество холодильников ты сегодня договоришься?» «Ответил, что это от него не зависит» «Но послушайте, это же заведомый провал» «Нет цели, нет вовлеченности, нет нужных действий, нет достижений» «Поэтому в первый день я просто смотрел, как работают сотрудники отдела» «А на второй сказал, что мы будем трудиться по-другому» «И за короткий срок мы повысили эффективность отдела в разы» «Была проделана работа над ошибками и проведено обучение» «Поэтому во второй месяц они самостоятельно, уже без моего руководства, повторили результат» «Это простой, но очень говорящий пример того, какой потенциал может скрываться в вас, в ваших сотрудниках» «Только представьте, к каким результатам вы можете прийти, если немного потрудиться над собой» «С чего начать скачок» «Предлагаю с этого учебного пособия и прямо сейчас» «Здесь полное руководство к действию, от теории к практике» «Помимо объяснения основных принципов развития себя как личности и создания высокоэффективной группы, я снабдил это пособие диагностическими вопросами, которые наведут вас на новые мысли и помогут вам составить четкий план своих действий «Поясняющими таблицами, которые систематизируют подходы, понятными схемами, как сделать так, чтобы все заработало» «Простыми инструкциями, которые по шагам направят вас к результату» «Сейчас я создаю и провожу программы обучения, индивидуальные и корпоративные, чтобы человек что-то менял в своей системе жизни, чтобы он получал заряд для действий, и чтобы это приводило к новым эффектам и давало новые результаты даже в самых непредсказуемых и кризисных реалиях И это приводило к новым эффектам и приводило к новым результатам Но при одном условии – вашей готовности воспринимать Поэтому со своей стороны я гарантирую качественное наполнение этого пособия, минимум воды и максимум полезных прикладных вещей, связанных с реальной жизнью А вы позаботьтесь о готовности воспринимать и делать Просто прослушать аудиокнигу – не очень умно Если вы хотите совершить свой квантовый скачок, будьте готовы выполнять те задания, которые я прошу сделать Они простые и толковые А если появятся вопросы, вписывайте их в соответствующее окошечко на моем сайте www.alitvinov.ru Вы готовы? Тогда вперед! С уважением к вашему опыту, эксперт в персональном и корпоративном развитии Аркадий Литвинов